В эпоху баснословных гонораров в игровой индустрии для того, чтобы стать профессионалом и получать за любимое дело деньги, необходимо обладать качественным и современным оборудованием. Быстродействие и вычислительные способности процессора, отклик клавиатуры и мыши, качество картинки и ее разрешения. В битвах за игровые миры мелочей не бывает. Всем привет, с вами Георгий Гусев, и сегодня мы постараемся стать профессионалами с монитором от Aopen. Вперед! На первый взгляд, ничего кроме размеров и вогнутости не выдает в этом мониторе принадлежность к игровому классу. Нет никаких характерных цветовых вставок, особенных изогнутых линий и прочих геймерских наворотов. Все просто и лаконично, чтобы не отвлекать вас от главного игрового процесса. Выполнен монитор из матового пластика, на котором не остаются следы от пальцев. Все необходимые разъемы находятся в подоле, что очень удобно и поможет избежать изломов проводов, если ваш системный блок или игровая приставка, например, находится на полу. Интерфейсы, кстати, у этого продукта Aopen следующие. Один вход DVI-D, один вход HDMI, один дисплейпорт и один разъем для наушников 3,5 мм. Монитор легко собрать. У меня, не самого рукастого человека на земле, получилось сделать это за 4 с небольшим минуты. Думаю, у более способных получится сделать это за минуту, ну, максимум 2. Дисплей регулируется по наклону, но не по высоте. Если вы не захотите ставить этого немаленького игрового монстра на стол, то всегда можете легко повесить его на стену. Благо, производитель предусмотрел такую опцию. А теперь перейдем к наиболее важному и вкусному. Ко мне на обзор попала самая большая версия монитора этой серии. Ее диагональ, внимание, 31,5 дюйм или чуть больше 80 сантиметров. Многие разработчики говорят, что изогнутая форма дисплея с радиусом кривизны 1800 миллиметров является оптимальной для максимального погружения в игру. У этого монитора как раз такие характеристики. Угол обзора у этого монитора что по вертикали, что по горизонтали одинаковый, 178 градусов. Формат экрана стандартный, 16 на 9. Разрешение 2560 на 1440 пикселей. Время отклика у него 4 миллисекунды. Не самое маленькое время на рынке, но поверьте, на уровне игры начинающих и полупрофессионалов это никак не скажется. Частота обновления у него 144 герц. Также есть поддержка технологии AMD FreeSync, которая поможет избежать разрывов изображения и потормаживания. Приятно, когда разработчик заботится не только о функциональной составляющей, но и думает о здоровье потребителя. Ребята из Aopen благоразумно предусмотрели в этом мониторе защиту зрения от излучения синего цвета, а также использовали технологию Flickrless. Для тех, кто не знает, технология Flickrless предотвращает мерцание изображения для снижения нагрузки на зрительный аппарат. В целом монитор проявил себя очень хорошо за время нашего общения. На нем можно не только играть в игры с полным погружением, но и получать удовольствие от работы. Вообще никаких проблем не возникло ни при работе с видеоредактором, ни при работе с фотошопом. Светопередача у монитора на высочайшем уровне. Контрастность 3000 к 1, динамическая контрастность 100 миллионов к 1. Подводя итоги, можно сказать, что этот монитор от Aopen обладает всеми характеристиками для неплохого игрового аппарата. С ним можно скомфортно врубиться в последнюю батлу, работать с графикой и видео, а также смотреть фильмы с высоким качеством изображения. Помимо этого агрегата в линейке также есть мониторы с диагональю 27 и 24 дюйма. Актуальные цены, как всегда, по ссылкам в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Георгий Гусев. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok